Грудинин избран в Совет депутатов Ленинского округа Подмосковья. Это вот я по интерфаксу прямо сейчас читаю. В числе избранных депутатов, там вообще депутатов много избрали, он по городу... Делегатов, наверное, или депутатов. Депутатов. Число избранных депутатов. Московская областная избирательная комиссия подвела предварительные итоги выборов в Совет депутатов Ленинского городского округа. Значит, Грудинин возвращается в политику. Или как это расценивать? Ну, Грудинин никуда из политики не уходил. Мы с ним беседовали году так в 16-м, еще, конечно, никаких выборов там не было, я... После интервью, после программы. И он сказал, что если я пойду из поля экспертов, бизнесменов в политику, то все, конец. Все будет плохо. Все будет плохо. Но он все-таки принял это решение, он решил, что, видимо, так интереснее. Но я боюсь, что его задачи и цели в этом процессе очень ограничены. Это добиться какого-то официального представительства, быть депутатом Государственной Думы в КПРФ. И ставка делается здесь на КПРФ. Ему нужно место в КПРФ? После выборов, да. Я полагаю, что да. После выборов президента он мог сказать всю правду о том, что случилось. Он мог сказать, что штаб сливал его по полной программе. Я напомню, что штабом руководил Юрий Афонин. Это видный руководитель КПРФ. Видный руководитель КПРФ. Такая партийная золотая молодежь. Он не глупый. Он прекрасно понимает ценность и важность отрицательного отбора в партии. Он сам продукт этого отрицательного отбора, который Зюганов установил где-то к середине нулевых, очень крепко. И он сливал компанию Грудинина как только мог. И штаб сливал. Как мог только сливал. По поводу этого потом Юрий Болдулев как-то вот помялся, помялся. Ну, наполовину сказал, что не очень хорошо работали. А сам Грудинин сделал вид, что все нормально. Работали как работали. Хорошо, молодцы. И тут вот это вот, как говорил Сталин, неискренность для меня стала очевидна. Да, что вся эта игра, она основана на том, чтобы достичь никаких локальных целей внутри самой КПРФ. Потому что никаких новых политических структур Грудинин после выборов строить не стал. К нему там приходили ходоки, говорили, батюшка, ты там за народ. Значит, давай, народ за тебя. Он говорил, да-да, да-да. Но, по сути, никакого-то чуда поствыборного не случилось. Никакого переформатирования российской политики оппозиционной не произошло. Наоборот, встраивание в ту же самую систему. Я не буду сейчас говорить, нравится это Кремлю, не нравится, почему не захотели, чтобы он в Думе оказался. Давили там на Зюганова или не давили. Понятно, что давили, чтобы Грудинин не был депутатом Государственной Думы, заменив кого-то, выбывшего, да, по списку. Но очевидно, что его цели здесь не поменялись. И, в принципе, все вот эти вот фигуры, они все равно являются фигурами номенклатурными. Это политическая номенклатура. У них свои интересы в процессе. Они эти свои интересы реализуют. Добиваются где-то успеха, где-то не добиваются успеха. Но какой-то цели преобразования общества большой там нет. Хорошо. Тогда уже упомянутый Зюганов. Ну, кстати, из Зюганов строится семейное предприятие из партии. Внук растет. Он там специально зачистил, убрал Андрея Клычкова из Московской городской думы. Напомню, что Клычков вообще-то губернатор. Теперь он губернатор, да. Зюганов убрал Клычкова, а выслабил его в губернатор. Да куда? На Орел. Ну, слушайте, Орел это место, где губернаторы просто проваливаются прямо в скалы. И Зюганов устанавливает там губернаторов. Нет. Ну вот. Слушайте, ну это уже отдельная история. Кто из губернаторов, как выживает? У нас полминуты до новостей. Я как раз про Зюганова хотел спросить. Москва, 23 декабря. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов объясняет свои высказывания, в которых он допустил проведение досрочных выборов президента. Зюганов не исключил, что в сентябре могут быть досрочные президентские выборы. Это неожиданное высказывание для Зюганова. Так сентябрь уже прошел. В сентябре следующего года. Ну ладно, вы поверили? Ну он это сказал. Правильно, он сказал. Но я что-то не помню, чтобы Зюганов что-то пояснял. Потому что он ничего не пояснил после этого своего заявления. Про пресс-конференцию Путина хочу вас еще спросить. Довольно долго и много говорили перед пресс-конференцией, что учитывая опыт предыдущих пресс-конференций, это будет какой-то другой. Или должна быть какой-то другой. Что получилось? Ну получилось достаточно осторожное внимание со стороны публики. И вот мы говорили в первой части программы про Грудинина. Грудинин сыграл очень важную роль в российской истории. Я думаю, что он ее уже сыграл. И можно подводить итог. А эта роль это, в общем, такое смещение общественной повестки дня влево. И от президента ждут социальных реформ. Тем более после повышения пенсионного возраста, повышения НДС и назначения Дмитрия Анатольевича Медведева премьер-министра, ждут уже не то чтобы с нетерпением, а скорее с недоверием. Отсюда и такая реакция в публике. То есть вот если сравнивать с пресс-конференциями прежних лет, то ажиотажа какого-то особого у зрителей не наблюдалось. Между тем, содержательная часть была вполне интересной. Особенно это касалось нефти и газа. По газу особенно. Потому что Путин сказал, что... Вообще-то говоря, стокгольмский арбитраж, принимая решения в пользу Украины, обосновал его тем, что они бедные. Но это обоснование он сказал, что российская страна не признает. Однако в следующее событие, буквально через несколько дней, Россия с Украиной достигла соглашения. Транзит обеспечен. Деньги по решению стокгольмского арбитража Киеву выплачиваются. Это говорит об очень непростой ситуации в Европе. О том, как быстро вынуждены были брать поворот в этой ситуации. Вы полагаете, что этот поворот произошел буквально в часы? Я думаю, что он произошел буквально в дни. Потому что стало понятно, что американские санкции против друзей «Газпрома» в Европе, тех, кто участвует в строительстве «Северного потока-2», они окажутся эффективными, и компании начнут отступать. Ну, что и произошло со швейцарской компанией, которая сказала, что мы здесь ни при чем, мы больше не строим. И в этой ситуации очевидно, что никакого прекращения транзита Украины быть уже не могло. Хотя, действительно, обоснования, решения в формате, они бедные, ну, это какая-то странная юриспруденция, потому что контракт-то важнее. Подписали контракт, вот в контракте это было. Ну, а, кстати, когда говорят, что контракт, который подписали, в итоге подписали не на наших условиях, насколько это правда? Ну, вот я думаю, что эти условия были определены в значительной мере действиями Соединенных Штатов. В конечном итоге, Москва с самого начала декларировала, что 25-процентная скидка по газу будет сделана. Ну, просто ничего не говорилось про признание результатов стокгольмского арбитража. Позиция здесь была такая, что вообще, ну, мы не признаем. Ну, и 5 лет тоже не фигурировали. И 5 лет не фигурировали. Речь шла о годичном соглашении. Ну, может быть, о двухгодичном. И самое главное, что никаких выплат по стокгольмскому арбитражу здесь быть не должно. Украина должна была сказать, ладно, мы не признаем, мы отказываемся. Отказ от взаимных претензий к заключению нового контракта. Нет, так не получилось. И это результат действий, конечно, Соединенных Штатов. И в том, и в другом варианте со стороны России граждане Украины должны были получить скидку. То есть эта скидка была заложена сразу с декларацией Москвы. Они ее, видимо, получают. А теперь посмотрим, что сделает Международный валютный фонд и украинские операторы с этой скидкой. Что получат на самом деле люди на Украине. Это мы узнаем через некоторое время по их жалобным голосам. Потому что они скажут, а где скидка? По поводу заявления про слово «подряд» на пресс-конференции. Это восприняли как чуть ли не главную новость. Насколько это действительно важно? Про «подряд» я что-то как-то... Ну, когда два срока «подряд» и слово «подряд» можно убрать из Конституции, сказал Путин. Ну, можно, действительно. Если у вас есть «Единая Россия» в Государственной Думе, вы можете убрать там некоторые слова из Конституции без проблем. Что, если были какие-то задруднения с этим? Ну, видимо, да, потому что это слово до сих пор сохраняется. И многие почему-то сделали вывод, что эти слова как-то связаны... То есть он может быть президентом не более двух раз в истории страны. И потому, якобы... Это про Медведева. А может быть, но потому что Медведев... Я наблюдал, какая была реакция на весьма скучную, бессодержательную пресс-конференцию Медведева. Гробовая тишина или там тихие посмеивания в интернете. То есть нет-нет-нет, никаких шансов, что Медведев будет президентом еще раз у него нет. И для этого не обязательно убирать даже слово из Конституции. Это было слишком большие усилия большого количества людей, потому что и так понятно, что это ничем хорошим закончиться не может. И я объясню, почему. Дело в том, что когда Медведева сделали президентом, скажем так, да, это была эпоха господства отрицательного отбора в администрировании, в политике, и эпоха спокойствия. Эпоха, когда у нас Запад, это были действительно, ну, может быть, не очень хорошие, не идеальные, но партнеры. А сейчас другое время, сейчас время конфликта, противоречий, борьбы, накала. И в этой ситуации вы просто не можете взять и осуществить передачу власти в распоряжение человека, которого сомнут просто по внешнему фронту. То есть неотрицательный уже отбор должен быть. Нужно оставлять на этом посту, если мы говорим о типе преемственности, человека, который будет держать позицию, вашу позицию. И это является главным основанием решения. Не поигреет место, не посидит просто, а займет эту позицию, будет ее держать. И эта позиция является главным, потому что она отражает в целом интересы властной группировки элиты экономической. По поводу интереса. Вы говорили об этом в самом начале, а вот сейчас пришло сообщение. Большую пресс-конференцию смотрели чуть более чем 6 миллионов 200 тысяч человек. Это ТАСС пишет со ссылкой на медиаскоп и при этом подчеркивает, что это меньше, чем в прошлом году. В прошлом году было почти 6 миллионов 800 тысяч человек, что в свою очередь меньше, чем в 2017 году, когда пресс-конференцию смотрели более 7 миллионов, почти 7 миллионов 100 тысяч. Достаточно серьезное падение интереса. Это можно как-то объяснить? Ну вот я вот объясняю, что... Это формат. Это ожидание, или точнее даже где-то такая тихая забастовка обывательская по поводу того, что нужны социальные реформы. Настает время социальных реформ. Люди говорят, нам больше антисоциальных реформ не надо. Правда, не надо. Не надо новой пенсионной реформы. Не надо генерального государственного пенсионного плана с громким таким... Гарантированным. Да, или гарантированным. Ну, понимаете, назвать можно как угодно, в сталинском духе названного, на самом деле какая-то очередная неолиберальная гадость. Звучит как манифест госплана. На самом деле это просто какая-то очередная поделка, которая отдаляет человека и пенсию. То есть нужны изменения, которые улучшат социальное, материальное положение людей. И общество ждет их. Но ждет не в том состоянии, как оно ждало от их там после выборов сразу. А с некоторым недоверием. И это недоверие, оно присутствует. Оно есть. Государство, на ваш взгляд, способно ответить этим ожиданиям сейчас? Ну, есть два фактора, которые влияют на поведение российского государства. Первый, это экономические угрозы. Это возможность провала экономики. И в этом смысле они не могут не отвечать на эти вызовы, хотя бы даже стимулируя инфраструктурное транспортное развитие России. То есть модернизируя транспорт в крупных городах. Эти программы есть. Как это делается в Москве, мы видим. Это может быть очень эффективно. Данные по трем кварталам 2019 года экономические, ВВП, ну не ВВП, прошу прощения, производства, по сведения Росстата, показывают очень значительный рост производства локомотивов, вагонов и тепловозов почти 70%. Хотя тепловозы это такой технический в значительной мере транспорт. Но видно, что темпы роста экономики, темпы роста производства при ставке на развитие сети высокоскоростных железных дорог, современных железнодорожных типов городского транспорта, ну не только трамвай, но и метро в первую очередь, электрички, соединенные с метро, ну не в том виде, как они были в Советском Союзе, а вот уже как бы иначе. Это может дать достаточно высокие темпы российской экономики и рабочие места, и импульсы городской жизни, но нужны социальные меры, нужно, чтобы бесплатное образование, бесплатное здравоохранение и более качественное, не постоянно ухудшаемое при помощи разных неолиберальных реформ и министров, да, потому что если говорить о министерской политике Минобразины, да, Министерстве образования и науки, как то, что у нас было, то это, конечно, в значительной мере во вред, то есть это тоже не должно быть. Нужно повышать качество, нужно сделать качество образования для того, чтобы люди, получившие это образование, понимали, что они найдут себе место на рынке труда, создать рабочие места в бюджетной сфере. Имеется в виду, а деньги-то есть у государства, чтобы ответить на это. Это дело, что деньги у государства есть, но здесь включается второй фактор, то есть фактор, помимо экономического фактора, чтобы не упасть, да, и чтобы не упасть, и чтобы заработать. А переработка сырья для того, чтобы зарабатывать прибыль и создание рабочих мест в процессе. Есть второй фактор, это международное соперничество, международный конфликт. Эпоха консенсусов, тишины кончилась, началась эпоха борьбы, противостояния старых и новых центров капитализма. Мы новый центр капитализма. Ну, мы не так на «вы», конечно, а в «сигарде России». Нет, но денег-то это соперничество тоже требует. Оно и требует, и приносит. В том-то и дело, что оно приносит, особенно после девальвации рубля. Ну вот сейчас, например, в чем? Как оно приносит деньги? Ну, рудники, месторождения в Африке. Распространение торговли на партнерские страны, отказ от доллара, включение их, собственно, таможенную политику. То, что вы сейчас говорите, это оказывает уже прямо заметное влияние. Влияние на экономику. Конечно, оказывает влияние на экономику. Ну, сказать, что вот прямо вот оно настолько заметно, что изменило нашу жизнь круто, мы сейчас не можем. Скорее, мы наблюдаем первые шаги в этом направлении. Еще раз, это соперничество скорее выгодно, чем невыгодно. Это соперничество является условием процветания экономического роста. Если вы не будете соперничать, вы будете просто нищими ограбленными. Соперничать можно по-разному? Нет, это можно соперничать только по-настоящему. О, давайте про соперничество еще один вопрос задам. Это пятница прошедшей недели, когда сначала вице-премьер Акимов заявил о том, что надо резко снижать вот эту разрешенную скорость, точнее, нештрафуемый порог скорости. Так. А потом прошло несколько часов, и премьер-министр Медведев сказал, что этого не произойдет, и в том числе Единая Россия будет выступать против. Это что за соперничество? Это соперничество к кому относится серьезно, да, в данном случае. И вот тогда к кому? И мы в этом случае, ну, мы проверим, мы узнаем сейчас, что произойдет, чье слово стоит больше. Говорит ли это о том, что начинается некий раздрай? Ну, Юрий, правительство — это всегда поле боя политическое. Нет такого правительства. Но часто ли вице-премьеры противоречат премьер-министрам? Ну, не знаю, чтобы часто, но кто из них реально представляет силу и перспективу, мы увидим через некоторое время, когда события либо произойдут, либо не произойдут. Ну, тогда сможем сделать вывод. Тогда по-другому, это тот вопрос, вокруг которого могут возникать такие противоречия? Это вопрос, по поводу которого можно просто соревноваться в громкости произнесения слова «я». Это не вопрос принципиальный, Юрий. Принципиальные вопросы касаются таможенной политики, рабочих мест, здравоохранения, медицины, обороны, полиции. То есть всех вот этих вот реальных вопросов. А это вопрос частный, маленький вопрос, очень маленький. Поэтому здесь можно просто анализировать, какой бульдог под ковром оказался более сильным. Вот и все. Попрошу вас надеть наушники. Наши слушатели к нам присоединяются. 7373-94-8. Телефон прямого эфира. Программа «Умные парни». Здесь руководитель Центра политэкономических исследований в Институте нового общества Василий Калташов. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Георгий зовут. Прошу. Скажите, пожалуйста, вот может ли Путин сделать какие-то левые реформы, если практически у него все правительство левое там? И олигархаты. Они просто замаскировали. Слушайте, правое или левое правительство? Тут же Медведев вполне мог бы и в Гайдаровском правительстве работать. Право. Ну, я думаю, что все-таки понятно, о чем вопрос, да. Вопрос, да, очень интересный вопрос. Можно ли, имея в распоряжении одних министров-неолибералов, проводить политику, которая будет отличаться от неолиберальной политики? Я думаю, что до определенных пределов двигаться с таким кабинетом возможно. Тем более, что Орешкин показал, особенно через инициативу нацпроектов, что он не совсем такой же, как Силуанов и Кудрин. Это довольно интересный пример. И действительно, кое-какие действия предпринять можно. Но неизбежно в какой-то момент встанет вопрос о кадровых изменениях. Потому что нынешний кадровый состав, он не рассчитан под то, чтобы проводить какие-то действительно социальные реформы. То есть сдвигать политику, не повестку дня в обществе, а политику сдвигать влево, государственную политику. Нет, не то чтобы невозможно, но просто не приспособлены эти люди для этого. И образ мыслей их, и их подходы к решению проблем. Но они возникли на своих местах не случайно. Они же там появились. И даже не просто в результате назначений. Они появились там в результате целой эпохи. Когда выдвигались именно такие кадры. Ну там Силуанов, как упомянутый. Или как Улюкаев, который отправился в места не столь отдаленные. Но который тоже считался, я правда так никогда не думал, но считался таким вот хорошим министром. Правильный, толковый, значит современный. А вы верите в обвинение Улюкаеву? Ну я считаю, что Улюкаев сидит за всех. Он сидит за чудовищную некомпетентность. За катастрофический провал российской экономики в 2014-2016 годах. Который я предвидел, предупреждал об этом. И говорил об этом, начиная с 2011 года. Говорил, что будет очень жарко и очень больно будем падать. Но в тот момент, конечно, правительство не могло обращать внимания на подобного рода оценки, аналитику. Они шли за своей звездой и попадали. Попадали, ну и мы попадали вместе с Рублем тоже в процессе второй волны кризиса. Когда вы говорите о необходимом и возможном поливении в рамках существующего правительства. Я говорю о социальных реформах. Поливение здесь скорее как вывод нами. Потому что они-то не рассматривают это все как движение влево. Они говорят, так, стоп. Ну конечно. Мы идем теперь влево, да? Вот как Ленин, например, во время НЭПа говорил, так, а теперь мы идем вправо. Он открыто там говорил, об этом Виктор Серж, например, вспоминает, что Ленин собрал там делегатов коминтерны и сказал им, ребята, мы теперь будем делать термидор. Они немножко удивились, сказали, как, как-то. Мы не дадим себя казнить, будем делать термидор. И я не думаю, что в нашем правительстве так же Путин собирается и говорит, так, ребята, а теперь налево, теперь налево пойдем. Так вот, эти социальные реформы в рамках возможностей существующего правительства, они могут как-то существовать с уже проведенной пенсионной реформой вместе? А какой реформой? Никакой реформы нет. Пенсионная система старая. Что значит реформа? Никакой реформы пенсионной не было. Просто повысили пенсионный возраст и все. Все проблемы остались на месте, что и выяснилось через год. Никакого решения не последовало, ничего. Ну, хорошо тогда без пересмотра этого решения. Могут ли они существовать с политикой перманентной пенсионной реформы? Нет, не могут. Перманентную пенсионную реформу надо прекратить. Прекратить политику насаждаемой истерики по поводу того, что денег нет. В пенсионном фонде, а значит денег вообще нет. И пенсионеры, значит вы остаетесь без пенсий. То есть нужно сказать, чтобы пенсия все-таки стала национальной. Ну, или каким-то образом сделать так, чтобы люди поверили в то, что у них будет пенсия. И мы приобрели наконец устойчивую пенсионную систему, которая не была бы неолиберальной. Может быть она не была бы очень такой левосоциальной, но она не была бы неолиберальной и отталкивающей. Иначе говоря, никаких социальных реформ без решения этого вопроса не возможно. Двигаться в другую сторону, это означает пересматривать прежние решения. Если взять, например, систему образования среднего, высшего, тут это бюрократизация. Высшее образование, чудовищная бюрократизация и патагонная система. Естественно, там научными разработками никто заниматься не может. Там дурдом просто с отчетностью. Если взять российские колледжи, то они почему-то не выдают бакалавра. То есть они вообще должны выдавать всем бакалавров. Университеты должны работать и бакалавров, да, и магистров выдавать. То есть нужно пересматривать всю баллонскую систему с баллонские слова. Оставить всю систему переделать. Все исправить, что все работало. Политика Министерства культуры тоже она противоречивая, странная. Выходит этот фильм странный. Ржев. Очень странный. Но совершенно разные слова говорят по поводу этого фильма. Ну, слова-то разные говорят. Фильм-то понятно какой. Смотрите, вот прямо сейчас приходит сообщение. Это высказывание Сергея Кириенко. Он первый замглавы администрации президента. И он глава наблюдательного совета конкурса соответствующего. А это конкурс по созданию отечественного контента для молодежи в интернете в 2020 году. И как раз Кириенко называет сумму. 3 миллиарда рублей будет выделено на это. Вот для вас это, например, о чем говорит? Ну, слушайте, я про деятельность Кириенко скажу вообще лучше. Потому что вот есть лидеры России, система конкурсов. Я вот только что ругал систему высшего образования за бюрократизм. Но, по сути, эта система является таким MBA. То есть аспирантура для администраторов. Ну да. Да, вот так назовем ее. Так эта же система, которая отстраивается администрацией президента, где-то на базе, конечно, вузов, но отдельно. То есть вузы вообще не имеют никакой MBA в России. То есть я понимаю, что, в принципе, у нас можно в метро даже купить бумажку, где будет написано, что ты MBA-мастер. Или там что там. Ну, есть разные бумажки. Бумажек ли ее признавать? Да, признавать ее, как признавать, не признавать, но, в принципе, это удовольствие получается со границей. В России как будто бы не делают. То есть у нас эти либералы, которые прекрасно знают, что на Западе есть две параллельных, не то чтобы научных, но две высших степени. Доктор философии, PHD. То есть доктор философии. Это ученые, да, он PHD по экономике, по еще чему-нибудь, да, там, по физике, но он вот доктор философии. Это ученые. И есть MBA, то есть есть те, кто администраторы. Вот администраторы. Так они не создали эту систему. Так они же ее умышленно не создали, чтобы ее не было периферийной стороне. Зачем, собственно, административная высшая надстройка? У нас люди, которые хотят делать административную карьеру, идут в аспирантуры и пишут там диссертации, как украсть лес с помощью бухгалтерских махинаций. И это выдается за науку. Это не наука, это разные там административные тонкости. Или как поймать тех, кто ворует... А в конкурсе лидеры России это работает? Это попытка создать параллельно то, чего не создали в рамках системы высшего образования. Понимаете? То есть это способ закидать камнями провал. Понимаете, с чем я говорю? Я говорю о том, что действия предпринимаются какие? Губернаторов меняют, нужно менять команды управленческие, нужно дать еще и как бы стимулы тем, кто хочет сделать административную карьеру, их вовлечь. Этот процесс, там же огромное количество людей включено. И тут бах, и выясняется, у нас-то нет такой системы, оказывается, в вузах. И не создали ее. И она создается администрация президента. То есть это о чем говорит? Это говорит о глубокой, не то чтобы непродуманности, а контрпродуктивности реформ. То есть они направлены даже не туда, куда надо идти. Объективно. Почему они это делают? Потому что у них возникли потребности, связанные с региональным управлением, с международной обстановкой, с давлением, с инфраструктурными проектами, с нацпроектами. Они отбирают кадры, назначают там... Потому что они понимают, что в исполнительной власти существует нехватка этого. Да, и существует еще и, так сказать, коррупционная форма продвижения. То есть если взять региональные администрации, то там большое количество людей, да практически все, назначены на свои должности не потому, что они какие-то там компетентные управленцы. Нет. У них есть, кстати, научные степени часто. Они часто кандидаты наук или доктора наук. Но это такое фуфло. То есть это все... Там, может быть, и научная работа написана, и защищена, все нормально. Но просто это люди не ученые. Но им это нужно корочкой, чтобы подкрепить, что они не по родственным связям там заместителей губернаторов. Нас уж вы заговорили о системе высшего образования. Вот это предложение Яровой обсудить возможность отказа от баллонской системы актуально? Конечно. Отказ от баллонской системы необходим. Потому что если мы находимся в режиме соревнования в международной политике, в экономике, проводим политику замещения импорта и политику товарной экспансии на внешние рынки и стремимся перерабатывать, то никакая баллонская система здесь существовать просто не может. Она не нужна. А какая может? Ну какая может быть? Я думаю, что идеально это, конечно, переход от вузов к университетам, то есть к структурам, которые будут самоуправляться. Потому что сейчас там никакого самоуправления практически нет. У нас где есть самоуправление? У нас где самоуправление есть? Да. И в интернет-сообществах. В клубах по интересам, скажем так. Юрий, такие коварные у вас вопросы. Потому что у нас есть вертикаль, она работает. Все предложения о самоуправлении. Даже в оппозиционных партиях никакого самоуправления нет. И быть его не может. И там его просто вытопчут, если кто-то заикнется об этом и его расставят первого. И как только вы предлагаете ввести самоуправление, значит, речь идет об этом. По научным вопросам. Ну, хотя бы даже изменить ориентиры. То есть так, чтобы задачи ставились в большей мере учеными и в меньшей мере чиновниками. Потому что чиновники, например, могут просто вообще даже в университетское начальство вообще не понимать, какие там исследования у них физик проводит или экономисты считают, что... Да придурки, я вам сказал сделать вот так. Вот и сделайте. Что вы лезете там со своим исследователем? Отсюда и до обеда. Вот и все. И это часть и баллонской системы, и нашего бюрократизма. Потому что с наукой пытались ее как бы утилизировать. В значительном мире вписать ее в эту как бы периферийную роль России. А основа была какая? Мы экспортируем сырье, а финансы у нас на Западе, и у нас партнеры. И все нормально. А сейчас это не так. Следовательно, необходимо пересматривать всю систему высшего образования. Интегрировать ее с системой колледжей. Колледжи эти должны быть входить в какие-то федерации колледжей. И статус преподавателей колледжей это не должен быть статус просто учителя. Это все эти люди и преподаватели колледжей, и преподаватели, и учителя в школах. они все должны быть включены в некую национальную систему преподавателей, они все должны иметь возможность там двигаться, делать карьеру, продвигаться, перемещаться, хорошо зарабатывать. — Ну то есть и всё это не работает, потому что баллонская система. — Нет, ну это просто никому не нужно то, что я сейчас описываю. Было не нужно. И сейчас они даже только начинают задумываться о том, что баллонская система — это плохо. Ну, на самом деле, откат, конечно, будет скорее к советской модели, тоже бюрократической, но при этом не уничтожающей научную эффективность. — А так можно играть сегодня по правилам вчерашнего дня? — Это же не вчерашний день. Юрий, развитие науки не происходит объективно. Мы не идём от сложного к более сложному, от худшего к лучшему. У нас то вперёд, то назад, то вперёд, то назад. И с открытиями, кстати, то же самое. — Шаг вперёд, два шага. Что-то такое уже было. Заявление польского МИДа, цитирую. «Путин фактически перечеркнул прежнее усилие по налаживанию исторического взаимопонимания между странами и отверг наследие президентов Советского Союза и России Михаила Горбачёва и Бориса Ельцина, которые, несмотря на все сложности, стремились к истине и примирению в российско-польских отношениях». Что происходит? — Ну, я думаю, что просто польские власти льстят Владимиру Путину, подбирая только те слова, которые только им могут подобрать польские политики для того, чтобы польстить российского глава государства. Я не знаю, как это ещё назвать, потому что всё, что было сказано, это то, что Польша является виновницей развязывания Второй мировой войны, что является чистейшей правдой, поскольку, как известно, Советский Союз предлагал защищать Чехословакию. И даже Польше предлагали тоже позащищать Чехословакию против Гитлера, но поляки сказали, нет, лучше маленький кусочек Чехословакии нам и сделка с Гитлером, а вы отойдите в сторону. — Вообще, у вас есть объяснение, а почему Путин так много времени уделил именно этой теме, на этой встрече? — Ну, юбилея, по-моему, никакого нет, потому что давно прошёл юбилей. — Ну, если можно называть годовщину юбилеем. Хорошо. — Уделил почему? Ну, наверное, для того, чтобы оттенить проблемы по газу и подчеркнуть противоречия, которые существуют вообще в идеологии европейских стран. В частности, в идеологии польского государства, которое, в общем-то, выступает прям яростно в интересах Соединённых Штатов. Я вот несколько лет назад был в Польше, мы объехали практически всю страну с семьёй, и меня потрясла одна маленькая особенность. В Мальборге, самом крупном замке в Европе, кирпичный замок, построенный крестоносцами, мы купили книжку про средневековые замки и про средневековый замок. И первое, что там я увидел, это портрет американского посланника, который тоже, оказывается, побывал в замке. И это главное событие в истории крупнейшего замка в истории. Вот в этой ситуации вся польская история сегодняшнего дня. Когда поляков иронично спрашивают, а почему у вас во время так называемой советской оккупации было такое прекрасное кино, а как так называемая советская оккупация кончилась, и польское кино тоже кончилось, они могут только руками развести. Поэтому, что сделано по отношению Польши? Ну, я думаю, что указано, что есть серьезные противоречия в нынешней вот этой вот антироссийской идентичности польской, потому что, по сути, украинская национальная идеология является калькой с польской идеологией. Кто виноват? Москва. В чем виноват? Во всем. Да, вот это вот основная идея, потому что если убрать из польской националистической вот этой вот как бы идеологии вот этот компонент, ненависть к России, а что там останется-то, по большому счету? Останется честная рефлексия по поводу того, что речь посполита развалилась, потому что она должна была развалиться, потому что это была панская Польша, а Польша Пилсудского была, ну, конечно, не лично уже Пилсудского в тот момент, была разгромлена нацистской Германии, потому что это была страна с огромными амбициями, амбициями в полном неадеквате к международной обстановке, где вообще не понимали, что происходит в мире, где, по сути, развязывали новую мировую войну, и, ну, развязывали, по сути, да, то есть они заключили, у них был пакт о ненападении с Германией, они участвовали в разделе Чехословакии, то есть они развязали Гитлеру руки в прямом смысле, не Чемберлен в чистом виде, да, а вот именно Польша, потому что если бы позиция Польши была бы аналогичной позицией Советского Союза, и они бы сказали, хорошо, Советский Союз хочет защищать Чехословакию, мы, поляки, тоже будем защищать братскую Чехословакию, Гитлер в сторону, то, наверное, бы не было такого сценария вообще Второй мировой войны, такого развития. Очень принято обвинять же Советский Союз, что мы заключили пакт Молотова-Риббентропа. Ну, заключили же пакт. Заключили, ну, и поляки заключили до этого. Но именно после нашего пакта началось то, что началось. Нет, подождите, началось то, что началось, началось до, потому что началось с раздела Чехословакии. Взяли страну в Европе и порезали на кусочки. Это же было. Было независимое государство в Чехословакии. Всё, его взяли, разделили. Что это такое? Смотрите, об этом наверняка ещё много лет... Аппарат польских танков на чешской территории. Мы-то говорим о событиях 2019 года, декабря. Надо сказать, что представителя Польши на этом неформальном саммите лидеров стран СНГ ведь не было. Но это называется всё равно ткнуть носом. — То есть того, кого ткнули носом, в этой аудитории не было? — Ткнуть носом в собственной диалоге. Да, но резонанс-то всё равно получился. — Так вот, с вашей точки зрения, лидеры стран СНГ, как они слушали эту речь? — Как переоценку того, что делалось при Михаиле Горбачёве и Борисе Ельцине. А тогда идея была такая — мы виноваты. Кто виноват, мы виноваты. В чём виноваты, во всём виноваты. Ну, было же такое. И кино даже продолжают в этом духе снимать. И книжки выпускают. И для них это был сигнал, что, друзья, мы не виноваты. — Но именно при Горбачёве и Ельцине они ведь брали суверенитета, сколько хотели. В том смысле, что Ельцин, конечно, про суверенитет говорил внутри России. Но смысл-то именно в этом. Они не испугаются? — Ну, я думаю, что бояться сейчас Российской Федерации государством СНГ нет никакого смысла. Фактически бояться местная бюрократия должна только одного — государственных переворотов, организованных Соединёнными Штатами и Европейским Союзом. Потому что российская элита настроена на то, я говорю здесь как аналитик, на то, чтобы заключать с ними сделки с этим местной бюрократией, выстраивать с ней общие проекты. Китай ведёт себя точно так же. И для них, то есть они свои, с ними разговаривают и говорят, хорошо, у нас могут быть общие проекты, общие дела. А Евросоюз и Соединённые Штаты говорят, нет, не так. У вас нет демократии, у вас не соблюдаются права меньшинств сексуальных, к вам ещё претензии здесь, тут. В конечном итоге вы должны отдать все свои ресурсы через какое-то время. Ну, Центральная Азия это напрямую сейчас не очень касается, потому что она изолирована. Хотя вот отношение Узбекистана ещё неизвестно. Но я думаю, что пока всё-таки не очень касается. А вот страны Кавказа, очень даже это касается их, и Белоруссии это касается, Молдовы. Ну, Молдовы и так уже давно играют в эту игру с Евросоюзом. То есть это такого рода переоценка собственной роли, что Россия не будет играть ту роль, которую вы привыкли видеть. Вот этого вот публичного самобичевания не будет. Так, Виктор просит вас всё-таки уточнить по поводу этой истории про Польшу, хотя я вроде сказал, что эти споры могут быть бесконечными. Значит, Чешенская область находилась в составе Польши и была захвачена Чехословакией. Сейчас находится в составе Польши, пишет он. На Нюрнбергском процессе Польша признана жертвой. Таким образом, вы хотите пересмотреть итоги процесса? По-моему, эти границы Польши пересмотрел Сталин. Это сталинский пересмотр польских границ. Он сказал, ладно, забирайте. Тогда дальше. Следующая тема. Я ничего пересмотреть не могу, но... Нет, ну просто... Анализ истории. Нет, ну попытка пересмотра каких-то, как казалось, уже навсегда признанных договоров... Линия Советского Союза состояла в том, что мы, мы поляков, не Карим. Поэтому в Советском Союзе, конечно, все знали про сделку Польши. Да никто этот факт в истории, ну как бы, исторически не прятал. Но Польша действительно считалась жертвой. И действительно была жертвой. Но это, знаете, как жертва, когда какой-то там подросток нападает на бандита, провоцирует его, ссорится при этом со всеми, кто может его защитить. И защитить таких же, как он. И получает. Да, вот такого рода жертвы. Потому что вопрос о Чехословакии был судьбоносным. Это был момент, после которого Советский Союз круто меняет свою политику. Советское руководство убеждается, во-первых, что с Англией и Францией сделки быть не может. Что сотрудничество в соглашении с Францией по сотрудничеству генеральных штабов не работает не случайно. Что вообще, так говоря, союзники провоцируют нападение Гитлера на Советский Союз в конечном итоге. И что нужно сделать так, чтобы не было этой войны. Чтобы переиграть здесь поляков. Поляков переиграли. Собственно говоря, вот отсюда все эти комплименты, которыми разразилось Польское Министерство и Странное Дело. Возвращаясь, собственно, к этому неформальному саммиту, это все-таки не совсем историческая лекция Путина. Да, конечно, нет. Но, по сути, новых фактов-то мы не узнали. Новым является только то, что российский глава государства сделал заявление о вопросах общеизвестных, никаких не секретных, и сказал, что было так.